Блокада Ленинграда глазами молодых и устами тех, кто ее смог пережить. Интердом подготовил фото-выставку к 70-летию освобождения города на Неве от фашистов. На экскурсию пригласили кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов. Это не просто рассказ о давно минувшем. Здесь есть живые свидетели тех страшных дней. Приглашены блокадники и по совместительству бывшие интердомовцы. В 42-м году, когда на Иванскую территорию прибыли дети блокадного Ленинграда и высадка их была на железнодорожном вокзале города Иваново, то раздался звонок в кабинет директора интердома Макарова Тимофея Захаровича. И сказали, возьмите, пожалуйста, самых слабых и самых безнадежных. Мы их не довезем до районных домов для детей. И он взял. Галине Виоленте в 1942 году было 10 лет. В мае умерла ее мама. Отец был на фронте. Трое детей остались одни. К августу девочка была совсем плоха. Ее с сестрой вывезли из Ленинграда. Поезд шел в какой-то детский дом. По дороге остановился в Иванове. Вот на каких-то тачках, я, конечно, не помню, нас привезли в детский дом. Сразу в изолятор. В изоляторе мы долгое время были. Изолированы ото всех. К нам только к окну могли подойти и что-то поговорить с нами. Но, боже упаси, чтобы кто-нибудь что-то нам передал. Потому что изолированы, они ослаблены очень. Да, в тяжелом состоянии. Нина Сиваш в интердоме проработала воспитателем 20 лет. С Ленинградом у нее своя история. Северная столица забрала ее отца. Он погиб в схватке близ Ленинграда. А в 1942 году в деревню, где она жила с мамой, привезли детей из блокадного города. С тех пор у нее появилась сестра Лида. Не по крови, по несчастью. Председатель колхоза Федоров Иван Николаевич собрал женщин, поскольку мужчины почти все были на фронте, и сказал, вот что, бабы, вот привезли детей, разбирайте по домам. И вот эта девочка Лида, у нас двое было у мамы. Мне 10 лет, брату 4 месяца. Вот она зацепилась маме за подол и не отошла. Так она с нами вот и росла вместе. Сколько ребят из блокадного города приехали именно в Интердом, точно неизвестно. Знают только одно – все они выжили. Уже второй год подряд воспитанники Интердома 8 февраля отмечают День юного героя-антифашиста. Вспоминают известных сверстников, которые отдали свою молодую жизнь в борьбе с фашизмом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!